доброе утро всем да доброе утро потому что 6 декабря на календаре и у меня сын еще спит так разоспался хотя на часах время половина десятого ну ладно пусть спит я думаю что наверное все таки болезнь играет свою роль наверное может какая-то слабость а может быть все таки он успокоился что не ходит детский сад решил расслабиться а я чтобы вы думали а я сырников нажарила потому что увидела затерявшуюся упаковку с творогом аж 500 грамм у меня пакет был и я решила что сейчас я намешаю сырниковой массы да и кстати у меня еще даже в плошке осталось так что у меня вот на сковородку поместилось сколько так что я сейчас покушаю со сгущеночкой да надо чайник поставить я забыла поставить чайник может быть еще и серафим станет покушает тоже со сгущенкой потому что по режиму дня как-то читал у них детском саду на стенде им давали тоже сырники со сгущенкой сейчас разбиралась в прихожей представляете у меня до сих пор в прихожей на вешалках там еще висели осенние штаны и куртки серафимкины вот решила все таки убрать смотрите дело большой пакет из-под обуви карри когда покупаешь обувь упаковывают большие пакеты очень хорошо у меня нет вакуумных давно не была фикс прайсе больше нигде как-то вакуумных пакетов не видела вот упаковала пакет вот так вот написала серафим осень три куртки и двое штанов то есть это еще весной когда еще так будет прохладно зима будет на исходе еще можно будет поносить то есть они такие с запасом сегодня еще настирала здесь вот сушилку поставила в прихожей благо прихожая позволяет но вот тут коляску ставим прихожей и тут столько всего на разбирала место столько освободилось поставила конечно же серафимкины вальнички серафимкины зимние там сапожки так наверное будет видно на зимние сапожки его вот там вот внизу тапки в пакет положила такие запасные если кто-то будет приходить у нас вот здесь вот кардиночка стоит со всякими там щеточками кремами для обуви место теперь много освободилось вот на вешалке еще даже вот жене на такую ветровка не ветровка куртка не куртка тоже наверное еще надо вот и и выстирать и убрать тоже куда-то зато смотрите у вас была такой день прям на смарку Вот что не запланировано, всё пошло не так. Вот у меня сегодня такой день. Сегодня суббота. Я не знаю, я столько как-то напланировала, что, как и почему, но всё как-то не то. Вот и настроение не то, и события не те, и время как-то не так идёт. В общем, всё не так. Я запланировала, что Серафим сегодня в обед ляжет спать, а я пойду на почту схожу. В результате Серафим с утра проснулся просто так поздно. Он обычно рано очень встаёт, и тут так поздно проснулся. Днём не стал ложиться вообще, просто вот не ложиться, вывалил кучу игрушек, ступить некуда, убирать их не хочет. Весь раскапризничался, да я мультики, да я то, да я сё. А мне нужно было сходить на почту, и в результате я никуда не пошла. И вот сейчас папа у нас вечером проснулся, он с ночной смены пришёл. Оставила Серафима с папой, и сама пошла вот на дачу. Не знаю, как-то что-то вот всё не то. Бывают такие вот дни, а то всё что-то во влоге, я как-то прекрасное-прекрасное рассказываю. Думаю, надо рассказать. Бывает у людей такой же, вот как у меня. Да, и между прочим, бывают такие дни, и не один раз в году вот такое вот сумасшествие. И сейчас пришла кошек покормить. Ой, просыпнула, все куда-то побежали. Я говорю, вы сейчас попы заморозите, не сниму. Нет, куда-то побежали. Пока я тут зашла, пойду ещё пока сарай закрою. Думаю, надо рассказать, что у меня происходит. Я сделала макароны по-футски. Я наварила рассольника. Женя ходила на дачу за картошкой, мама дала солёных огурцов. И теперь мне дали чуть-чуть отдохнуть. Я одна в комнате сижу, смотрю телевизор, точнее уже полулежу. Не знаю, надолго ли Серафим сейчас опять, наверное, прискачет на лихом коне. По ТВ-центру идёт какая-то мелодрама. Как говорит Женя, когда он видит меня, и я смотрю какие-то фильмы, он сразу говорит, мелодраму пойти какую-нибудь смотрите. Пока готовила, над паром всё это, руки, перчатки не надевала, сразу что-то все ногти пооблупились. И вчера один ноготь у меня что-то обломился. Я решила их все покороче отрезать. И смотрите, вот так вот укрепителем Эвелин намазала в два слоя. И они даже немножечко такие, знаете, как вот беловатые получились. Мне даже больше понравилось. Потому что пришлось сейчас это всё посмывать. У меня был укрепитель нанесен, но пришлось всё посмывать и заново нанести. Да, я вот смотрите, лежу вот так вот в халатике. Кстати, вот этот халат я ещё покупала. Сейчас потише немножко. Счеркну. Я этот халат ещё покупала в роддом, когда ложилась. И взяла его побольше. Правда, размеры какие-то несоизмеримые, непонятно. У меня вообще написано, что это 54 размер. Ну, я разве 54 нашу, ну, ну, самый-самый большой. Если 50-й, и то такой, знаете, маломерки, когда идут. Я вот этот вот халат на молнии брала. Но как-то что-то толком не пользовалась, потому что в роддом не лежишь, всё равно свой халат выдают. И я вот в халате сегодня на молнии. Да, мне как-то, знаете, если, ну, халат интересный, он, знаете, не какой-то там бабушкинский, то мне не стрёмно и в халатике походить. Это к вопросу о том, что меня спрашивали про домашнюю одежду. Ну, конечно, я буду дополнять в своих блогах то, что у меня ещё одето из домашней одежды. Вот на сегодня это вот такой вот халатик. Это из детской консультации. Сегодня у нас 10-е число. Завтра у меня сын пойдёт в детский сад. Мы поправились, сопли наши пошли. В этот раз мы превзошли сами себя. Мало того, что три недели отходили в сад, потом заболели, так мы и болели. Недельку только вот обошлось у нас, и мы даже до кашля у нас дела не дошло. Вот. Сейчас взяла справочку. Слава Богу, что у нас детская консультация очень удобна. У нас можно даже не приводить ребёнка, а просто прийти и сказать, что мы поправились, мы пойдём в детский сад. И также мы звоним по телефону, говорим, что мы заболели, у нас там сопельки, кашель и прочее. Нам открывают больничный. Вот я сейчас сказала, что у нас всё хорошо, что нам надо закрыть уже больничный. нам дали справку. Ой, дорогу почистили, еле иду. Да, я же вам ещё не рассказала, что мне подарили на день рождения. Мама дарила мне деньгами, а муж подарил мне фитнес-браслет. Так теперь я за милую душу бегаю везде пешком, чтобы намотать шаги, чтобы сжечь калории. Субтитры сделал DimaTorzok